здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте любимые мои телезрители канала афонтова вы же знаете что я работаю всегда на лучшем канале и конечно мои подписчики на канале youtube вот все темы которые вам приготовила на июль месяц они будут не о том как надо сделать а о том как не надо делать вот чтобы вы понимали почему я так говорю что мы будем говорить и показывать о том как не надо делать хочу вам рассказать предысторию маленькую дело в том что весной этого года я получила хорошее предложение посниматься в одной из программ огородных разумеется на одном из центральных каналов и конечно же я была очень рада конечно для меня это достижение это ну как бы да хороший итог моей деятельности такой долгой уже 10 лет на телевидении но приняв это предложение я и понимала что вот это все что вы ради меня называется дачей которая она должно как-то кем-то приглядываться но к великому сожалению охотников пахать с утра и до ночи как это делаем мы с вами нашлось немного но нашлись молодые мои друзья которые согласились нести эту ношу ну вот я хочу вам показать как бы не надо делать но они сделали огромную работу огромную но не имея опыта и конечно все что там я наговорила им и давала указания это все в голове сразу не откладывается это нужен собственный горький опыт так вот сегодня тема лук лук который подзимний и лук который весенние посадки смотрите и слушайте внимательно и никогда так не делайте смотрите видите да лук лежит кроме того что он лежит тут вообще куда-то зелень делась лук-то подзимний то есть он образует луковицу уже но зачем его нужно было вот так уложить еще очень рано еще только ну на самом деле начало июля может быть программа выйдет и чуть попозже но это для вас будет горький опыт которым вы должны воспользоваться лук лежит что значит лежит то есть его перо вот так вот надломлено вот 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 так надломили его уложили вот здесь луковичка ну да питательные вещества хорошо идут в луковицу когда растение вот в таком вот положении но еще рано и луковица она всего вот такая и вряд ли она станет такой но кроме того что луковица будет образовываться очень и очень медленно и вряд ли будет вот такой ведь этот лук это подзимний лук радар замечательный сорт но здесь еще и поражение луковой мухой посмотрите вот в пире видите белые пятна как штрихи он сплошной просто и это означает что этот лук как бы вы ни старались теперь он не годится на зимнее хранение он сгниет весь он весь на выброс поэтому его надо естественно отправить на переработку то есть соленья какие-то там маринования но не более того и есть и снять с него чешую полностью даже одну белую рубашку прихватите если у вас такой же вариант вот чтобы луковица все-таки образовалась чтобы у растения была такая возможность отгребите землю вот не знаю по какой причине здесь нет пера видите ужас просто лучше такое отсутствие хозяйки вот от гребите так чтобы вас луковица на две третьих было надо землей мы же не напрасно делали гребень и осенью тоже вы помните я думаю что помните память то у вас еще не отшибло смотрите вот так нужно вот у нас есть место куда лишнюю землю можно сбросить но это все нужно от грести есть и солнечные лучи не будут касаться луковички особенно утром и вечером и вы помните что в спектре солнечного луча есть красный луч который касаясь луковицы и заставляет ее увеличиваться в объеме заставляет ее созревать если вы еще и подготовили почву для посадки помните осенью весной без разницы зала зала и еще раз зала ну вот в таком состоянии смотрите внимательно не ленитесь пожалуйста землю можно сбрасывать и на межу с этой стороны потому что если пойдет дождь и вы просто вот так вот вот как бы ее до подкопнете вот тоже почему-то пропало перо и тут уже никакого толку от этого лука не будет там где перо есть еще есть надежда что что-то подрастет конечно лук мелковатый землю все вот сюда пускай вот здесь останется борозда здесь будет попадать сюда вода поливать его уже бессмысленно но дожди все равно идут и это вода будет потихонечку всасываться корневой системой лука естественно заставляя его расти ну хоть немного услышали меня я надеюсь что да в следующей программе обязательно расскажу как все-таки сейчас обработать тот лук который посажен весной но пока все